Почерк – это визитная карточка человека, которая о многом может рассказать, о характере, темпераменте и даже о каких-либо творческих склонностях. Почерк активно формируется у учеников начальных классов, когда они только начинают выводить свои первые завитки букв в прописях. Уже по этим первым пробам письма опытный преподаватель может определить, какой темперамент ученика скрывается за буквами. Проверяя тетради о темпераменте ребенка можно судить однозначно, потому что если ребенок холерик, то у него буквы будут неровные, прыгающие, высота букв будет разная, почерк будет без наклона, либо с неправильным наклоном. А если ребенок флегматик, он предрасположен в связи с физиологическими особенностями, предрасположен работать спокойно, медленно, в доступном ему темпе. И у таких детей почерк бывает ровный, аккуратный, с красивым наклоном. Такие тетради очень приятно проверять. В век высоких технологий мы все реже пишем от руки. Стало намного проще, удобнее и быстрее написать сообщения в сети, чем на бумаге. А значит, появились дети, которые имеют трудности с формированием почерка. На занятиях преподаватели-дефектологи занимаются письменной коррекцией с учениками, активно используют кинезиологические упражнения, проводят различные интерактивные игры, гимнастики и многое другое. Ведь каждый ребенок знает наверняка, что навык писать красиво и разборчиво обязательно пригодится ему в будущем. Я стараюсь хороший почерк сделать. А расскажи, как ты думаешь, важно красиво писать в будущем? Важно ли будет этот навык иметь? Да, мне кажется, да. А почему тебе так кажется? Расскажи подробнее. Почему? Потому что поймут люди почерк. Я думаю, что это очень важно, потому что красиво писать, это на всю жизнь тебе надо будет писать письма, роспись свою знать. В нашей школе, как вы видите, работает пункт коррекционно-педагогической помощи, в котором мы, дефектологи, занимаемся письменной коррекцией с учащимися начальных классов. Как правило, это вторые и третьи классы начальной школы. У нас проходит в мае месяце ежегодно диагностика письменной коррекции учащихся и тем учащимся, которым необходима помощь, мы предлагаем. Почерк – индивидуальность, которая формируется к 15 годам и окончательно закрепляется к 25. Он настолько же индивидуален, как и отпечатки пальцев, поэтому особенности письма стали важным орудием для криминалистов. Возраст, пол, состояние здоровья, психическое состояние, а также условия, в которых была выполнена запись, могут определить эксперты, исследуя элементы букв. Все мы обучаемся письму в школе. И исследователи заметили, что даже ребенок, который приходит на уроки и рисует элементарные какие-то записи, то есть еще не доходит до букв, элементов, это просто какие-то штрихи, каждый ребенок их выполняет по-своему. То есть наша индивидуальность уже заложила в нас анатомически, физиологически, психофизиологически. Да, поэтому с учетом того, что нам преподают только одинаковые алфавиты, одинаковые прописи, все мы очень индивидуальны. Проводя исследования, специалисты учитывают все детали. Размер, букву, их наклон и форму, направление почерка, интенсивность нажима, характер написания слов и многое другое. Например, если конец подписи направлен вниз, человек подвержен состоянию пессимизма. Если конец подписи направлен вверх, то каждый криминалист скажет. В характере человека преобладает оптимизм, он полон энергии и стремится достичь поставленной цели. С учетом того, что на исследование приходят очень часто подписи, подписи это очень сложный объект. И чем сложнее подпись, тем проще для почерковеда принять какое-то решение. На сегодняшний день люди все привыкли упрощать, упрощают свои подписи, делают закорючки, поэтому усложняйте, углубляйте свою подпись, делайте ее более, как я говорю, творческой, вдохновляйте свою подпись. Как отмечал великий немецкий писатель Иоганн Гетте, почерк непосредственно связан со всем существом человека, с условиями его жизни, работы, с его нервной системой. Поэтому наша манера писать носит на себе такую же несомненную материальную печать индивидуальности, как и все, с чем нам приходится соприкасаться.